доброе утро моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем доброе доброе утро ну а у кого день тому день у кого вечер тому вечер я сейчас отвечу на вопрос по поводу соды потому что очень много вопросов и даже вот недавно встретившись с ирочкой которые меня знают она опять спрашивает по соде соду пью регулярно сейчас покажу как закипела например вода у меня я немножко подождала я специально не выжидаю там и не вымеряю градусы хотя профессор не умывакин четко говорит вот я его цитирую я рекомендую растворить соду в горячей примерно 70 80 градусов цельсия воде или молоке немного остудить примерно до 45 50 чтобы не ожечься и принимать внутрь за 20-30 минут до еды вот именно такой прием дает эффект которого нельзя добиться другими средствами вот так дальше он говорит в своей книге сода что к приему соды надо привыкать постепенно сначала одна четвертая чайная ложечка четверть горячей воды на следующий день одна треть через два-три дня половинка через два-три дня одна чайная ложка без верха и обязательно он говорит только натощак то есть желудок должен быть пустой вот так вот значит смотрите сколько я беру соды вот для меня но вот это большая то не чайная ложка это больше чем чайная ложка вот эта деревянная ложечка и вот так вот я беру примерно половинку наверное мне больше не нужно и смотрите что происходит заливаю вы слышали что шипит вот другие говорят у меня не шипит ну возможно не шипит а у меня вот все прошипело но кроме этого я еще добавляю сейчас я добавлю лимончик туда несколько капель вот так и она еще видите продолжает шипеть при каждой капле видите я гашу обязательно гашу сейчас еще можно добавить потом холодненькой немножко водички сразу сделать себе вот но видите ли ему не умывакин говорит именно чтобы не обжечься вообще он говорит нужно употреблять пищу воду напитки температуры упала косточка ничего страшного лимончик вот видите продолжает вот доходит 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 продолжает гасить вот смотрите как хорошо все гасится замечательно просто попали сюда косточки лимона вот обязательно я это делаю одна ольга ей ну ладно я уже скажу сколько лет 65 лет а пищевой соде она мне написала для гипертонии случайно узнала от вас потом купила книгу себе ну вот эту книгу которую я вам все время рассказываю откуда я беру мой источник неумывакин вот сода кто еще не знает мифы и реальность вот из этой книги мне открыл профессор неумывакин да у него много лекций вы можете все это услышите прочитать вот и она говорит просто узнала увидела послушала рецепт запомнила вот и пишет что я от рождения гипертоник отлично знаю что справиться с болевым синдромом сложно долго мучилась и пила различные таблетки но единственным спасением оставались только уколы начала принимать ежедневно по одной чайной ложке соды сегодня я уже реже страдаю от неприятных ощущений гораздо реже чем раньше а также забыла о приступах каждый раз приводящих меня в ужас вот что мне написала олечка спасибо вам за то что вы вот вот рассказывайте потому что люди которые не рассказывают не дальше вообще гипертония это страшное заболевание сейчас я водичкой разведу себе простой чтобы побыстрее выпить вот почему я начал этот разговор потому что сейчас осень переходный такой период и у многих людей у кого давление скачет скачет просто потому что вот октябрь ну у кого-то в сентябре смотря какие погодные условия многие напрямую зависят от погоды вот все сейчас я буду пить это и рассказывать вам конечно вы скажете вкус вкус не очень и пить нужно маленькими глоточками понемножку но вот как-то лимоном я скрашиваю себе вкус но мне это необходимо вообще гипертония страшна она заставляет человека постоянно страдать от разных неприятных ощущений и с годами она перерастает в настоящую боль поэтому простые обещания там какие-то выпей таблеточку они просто приводят к привыканию все снимается там боль еще что-то но в принципе усиливается болезнь и с годами вы понимаете что вы становитесь просто зависимыми от этих лекарств и от болезней и от лекарств просто вы становитесь ставите себя в зависимости вы уже в семьдесят там я не знаю в шестьдесят пять мы уже в очереди за этими лекарствами вам нужно постоянно их покупать мне не нужно покупать постоянно лекарства никакие Сода моё замечательное лекарство, ещё плюс травы. Вот, значит, что? Во-первых, пищевая сода отличный поставщик натрия, чтобы вы знали, для человека. И она легко растворяется в воде, поэтому микроэлемент этот беспрепятственно попадает в кровь из желудочно-кишечного тракта. Вот эту особенность средства отрицать нельзя. Вот нельзя, химики знают это, так как она доказана долгими исследованиями. Поэтому врачи не могут сказать глупость такую, как опасно. Опасна химическая таблетка, вот это действительно опасно. Опасно, потому что влияет на печень, на почки, на все-все-все, травит весь организм. Об этом никто не говорит. Дальше. А здесь прекрасный поставщик натрия. Дальше пищевая сода. Она хорошо связывает воду, воду, влияющую на сердечное давление. С этим тоже не может ни один врач поспорить. Поэтому таким образом я отвечаю тем людям, которые называют себя врачами, а химию не знают. Там у них и биохимия. Там у них столько химии было, что позор. Просто позор мне писать вот такие письма, как я получила вчера. Итак, пищевая сода хорошо связывает воду, влияющую на сердечное давление. Вы не знали об этом? Об этом забывать нельзя. Многие лекарственные препараты построены на подобном принципе. Зачем пользоваться ими? Если принять ложку, допустим, в сухом виде, получится в любую минуту. Да, если что. Если уже нет воды рядышком. Чтобы готовые соединения легко переработались организмом. Поэтому сода в аптечке всегда должна быть. У каждого свой организм. То, что делаю я, не обязательно делать вам. Это не значит приказ, делайте это. Я говорю, как получилось у меня. Вот Олечка, которой 65 лет, и чье письмо я вам сейчас зачитала. Она делала вот так. У нее получилось. Слава Богу. У меня нету никаких, я не знаю, там, страшных гипертонических кризов и так далее. Потому что я предотвращаю это все заранее. Я на травах, я на салатах, я на куриных филе, я на индюшином мясе, я на козьем кефире, я на козьем молоке. И, естественно, сейчас у меня вот 10 дней в месяц. Это обязательно сода. Также перекись я добавляю в водичку, с которой хожу в течение дня. Спрашивают о противопоказаниях. Каждый знает свой организм отлично. Поэтому противопоказания имеются на все, даже на селедку. Поэтому я не знаю, что вы. Я переношу сельдь прекрасно, а вы, может быть, не терпите. Вот, например, недавно ко мне приезжал парень, вставлял окна, да, там, где у меня стройка. И я угощаю, значит, чаем и положила несколько шоколадок. Он категорически отказался, он посмотрел, шоколад молочный. И он говорит, я не могу. А его напарник, с которым он вставляет окна, с удовольствием съел конфетки. А он отказался. Я говорю, а что он говорит, у меня на молоко. Ну, вот бывает такое. Нет у него фермента того, который нужен. И получается, что он всю жизнь не может себе позволить молочный продукт. У него сразу аллергия, ему сразу плохо. Всё. Вот так. Такое тоже бывает. Поэтому каждый знает свой организм. Пищевая сода, она не оказывает воздействия на внутренние органы человека. Об этом говорил профессор Неумывакин. И это важный плюс, который нужно учитывать при окончательном решении. Медикаментозные средства всегда связаны с побочным воздействием. Это уже доказано. Всегда каждая таблеточка, она каким-то образом влияет на какой-то другой орган. Одно лечит, другое калечит. Так вот, пищевая сода не оказывает воздействия на внутренние органы человека. Вообще натуральный продукт отличается отсутствием вредных добавок. Ни одно лекарство не похвастается этим. Поэтому встречается появление аллергических реакций. Это есть. Но если сопоставлять многочисленные факты, то можно уверенно говорить о том, что для меня сода это идеальный, идеальный продукт. Мне кажется, что пищевая сода должна быть в каждом доме, чтобы в критической ситуации стать настоящим спасением. Там скажут, там есть бензоат, на, т, 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 т. Вы не представляете, что есть в таблетках лишнего. Вы просто себе даже представить не можете. Когда-нибудь мы с вами разберем таблеточку по частям. Я ее сама разбирала, но я имею в виду по химическому составу. Вы знаете, врачи, они или отмалчиваются по поводу соды, стараясь не давать официальных комментариев, да, или какую-то чушь говорят, потому что необходимо продать лекарство. Необходимо. Единственный смелый человек, которого уже нет здесь с нами, но он есть, я уверена, там у Бога, это был профессор Неумывакин. Вот профессор Неумывакин, он не боялся, он входил в споры. Конечно, он за это получал. За это его, конечно, и Малышева на него делала нападки, и он ей отвечал потом. И другие пытались опозорить великого человека. Я не знаю, почему ему при жизни не дали Нобелевскую премию. Но думаю, к этому придем рано или поздно. И вместо Неумывакина кто-нибудь получит за соду Нобелевскую премию. Хотя мы-то знаем, кто первый был. А мы знаем еще другого доктора, про которого я рассказывала. Помните, итальянский врач Тулио Симончини? Он говорил, что рак – это не что иное, как грибок, который устранить с помощью пищевой соды можно. И как-то все. И доктор Симончини, он использовал этот метод для лечения тысяч пациентов, страдающих различными видами рака. И он утверждал, что это очень эффективно. И все равно на него были нападки, и даже в тюрьму его сажали. Даже через расследование он прошел. Но об этом мы еще будем говорить, потому что в первую очередь я настроена на то, чтобы рак ушел из нашей жизни раз и навсегда. И фраза доктора Неумывакина «Болезни не существует», есть наше отношение к этому, она всегда звучит. Я всегда об этом говорю. И я четко знаю, что делает сода в моем организме. Она нормализует PH организма, способствует доокислению непереработанных остатков пищи. Нету вот этого вот гниения пищи. И за счет активации кислорода, да еще на фоне приема 3% перекиси водорода, что я периодически так же делаю, восстанавливает все биоэнергетические процессы. Независимо от имеющихся недугов. Вот так вот. Этому я научила. Необходимо отметить, что, как говорил Неумывакин, сода, как щелочной элемент, является основой плазмы крови. Поэтому для кого, как, а для меня, у меня в доме всегда есть сода. А я люблю вас. Надеюсь, что я вам ответила на все вопросы по поводу соды. И таким образом уже в течение 15 минут я допила свой стаканчик. Видите, как я пью маленькими глоточками, как учил профессор Неумывакин. Я люблю вас. Будьте здоровы. Профилактика всегда лучше, чем лечение. Пока-пока.